Здравствуйте! Это программа «Подводя итоги». Жизнь нового Уренгоя всегда богата на события, а ключевых расскажем прямо сейчас в студии Павел Прожогин. Сегодня у нас вот утром собрались водители, которые недовольны ценами на Яндекс, потому что, как вы знаете, Яндекс сейчас убрал пару дней назад минимальную стоимость посадки для пассажиров. Десятки машин службы Яндекс.Такси в это морозное утро не выехали на работу. Водители бастуют против невыгодных условий, предоставленных операторам. Новые установки установлены по следующим улицам. Улица Миря, Сибирская, Подшибякино, Молодежная, район Творочаева. Комфортное ожидание. В Новом Уренгое установили еще пять теплых остановок. Мы собрали все корма, активные волонтеры и привезли сегодня в центр «Подари мне жизнь». Новоуренгуйские волонтеры продолжают творить добрые дела. На этот раз они передали в городской приют несколько упаковок с кормом для питомцев. Каждая проверка проводится с отбором проб. Эти пробы отводятся в лабораторию. Нам микробиологические показатели исследуются. Внеплановая проверка. Специалисты Роспотребнадзора продолжают следить за питанием новоуренгуйских школьников. На суперфинале ребята уже поедут в одно место, будут работать в командах и разрабатывать уже спутник, который полетит в тротосферу на 120-125 километров. Покорить космос в 14 лет. Новоуренгуйские школьники запустят спутник в тротосферу. Дмитрий Артюхов возглавил первый рейтинг губернаторов по доверию аудитории социальных медиа. Второе место в этом рейтинге занял Рамзам Кадыров. Глава Чеченской республики замкнул тройку Михаил Развожаев, губернатор Севастополя. В работе главы Ямальского региона авторы рейтинга выделили одинаково активную позицию сразу в трех социальных сетях, доверие Артюхову одной из самых высоких среди губернаторов в стране. Рейтинг основан на анализе объективных данных. Таксисты бастуют. Такое сообщение в среду с утра поступило в импульс через соцсети. Наша съемочная группа отправилась проверить этот факт и, как выяснилось, десятки машин службы Яндекс.Такси в морозное утро действительно не выехали на работу. Водители устроили массовую забастовку, собравшись на площадке за дворцом Спорта Звездный. Что не устроило новоуренгойских извозчиков и какие требования они выдвигают, расскажет Анна Репко. На пустыре за дворцом Спорта Звездный ранним утром развернулось автособрание. Десятки таксистов устроили забастовку. Правда, мирно. Без транспарантов и лозунгов они молча грелись в своих авто. Почему водители не вышли на работу, рассказать соглашается почти каждый, но только не на телекамеру. Один из них все же решается прокомментировать ситуацию. Раньше было 95 рублей, сейчас стало 89 рублей. То есть это на 5 рублей за километр снизил Яндекс цены. Несмотря на то, что сейчас ситуация, у нас какой-то мороз, зима, уже сегодня первый день зимы. А Яндекс таким образом проявляет неуважение, наверное, к нашим водителям по отношению к работе водителей. Водитель должен, чтобы заработать на бензин, а многие водители на аренде. Чтобы отбить аренду, он должен не по 8 часов, а по 12, по 14 часов работать. До 100 рублей поднять хотя бы, посадить на место, ну нормально было бы. Я считаю, это нормально, потому что для севера, допустим, 100 рублей минимальная поездка, я думаю, это нормально. Каждый может себе позволить. Таксисты негодуют. Как заводить машину в такой мороз? Чем платить за бензин и новые амортизаторы, которые часто приходится менять после езды по городу в сильный минус? Ответы на все эти вопросы мы переадресовали региональному представителю Яндекс.Такси. Подождите, пожалуйста, что делают водители? Стоят, собираются. В этом случае обратитесь, пожалуйста, в ГИБДД. А со стороны Яндекс какие-то меры предпринимаются в таких ситуациях? К сожалению, нет. Я не смогу передать эту информацию коллегам. Поскольку мы не являемся работодателями водителей. А как связаться именно с работодателями? Или это те, кто уже агрегаторы? Я не смогу только в ГИБДД. К сожалению, я ничего не могу вам предложить. Стоимость поездки рассчитывает математический алгоритм системы Яндекс.Такси. Когда водитель подключается к агрегатору, то автоматически принимает правила и соглашается с ценообразованием этой организации. Когда мы видим, что водители недовольны, ну, как бы здесь мышеловка уже давно захлопнулась. То есть, водители сами передали право устанавливать тарифы на поездки третьей стране. То есть, посреднику, ну, или, собственно, агрегатору. Поэтому у водителей есть сейчас только два варианта. Не работать с конкретным агрегатором, против которого они протестуют. И, соответственно, работать по привычке, ну, то есть, получается, от бордюра. Либо согласиться с этими условиями и продолжить работать в соответствии с ними. Просто замашки Яндекса. Это Яндекс не то, что у нас. Он по всей России уже достал всех водителей и клиентов. Никого он не шадил. Бастуют не только таксисты Нового Уренгоя. Недовольны сидеть за баранкой по 15 часов в сутки. Водители Яндекс.Такси Москвы, Челябинска и Брянска. Что требуют таксисты, да, вначале скажу. Они выступают против низких тарифов. Говорят, что из Брянска выходит Диди, который должен был стать основным конкурентом, китайский агрегатор такси. Но он выходит, видимо, Яндекс знает информацию. Как бы уже занизил расценки на поездки для таксистов. Там есть и другие всякие моменты внутренние. Но главное, что таксисты постоят против низкой оплаты труда. Как правило, все подобные забастовки заканчивались, к сожалению, поражением трудящихся и, соответственно, победой того самого агрегатора. Потому что всегда находились те, кто был готов работать по новым условиям, которые установил агрегат. По водителям надо каким-то образом объединяться, заявлять коллективные требования. Ну, то есть проходить те пути, которые проходили трудящиеся перед тем, как создавали, по сути, профсоюзы. Возможно, это, кстати, и закончится созданием некоего профсоюза, настоящего профсоюза таксистов в отдельно взятом регионе. Хотя, опять же, подчеркну, что никто из тех, кто пытался это сделать в других регионах России, в общем, попытка эта оказалась провальной. Но, может быть, у вас получится. Сегодня водители службы такси газовой столицы митинговали два часа и разъехались забирать своих пассажиров. Если ситуация не изменится в их пользу, завтра они обещают вернуться сюда снова. Анна Репко, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». Газовая столица стала площадкой для проведения Всероссийского просветительного форума про экологию. В нем приняли участие лучшие российские эксперты в области обществознания. На протяжении двух дней они провели для школьников и студентов лекции, мастер-классы, панельные дискуссии. Рассказали о главных проблемах экологии, что такое экотуризм и как разумно пользоваться пластиком, и зависит ли от нас состояние окружающего мира. Мария Бохова продолжит тему. Забота о планете – одна из первостепенных задач, которая сегодня стоит перед всем человечеством. Мировые и российские эко-сообщества бьют тревогу, стараются привлечь все больше внимания к проблемам экологии. С этой целью в газовую столицу приехали лучшие эксперты страны. Они проведут для новоуренгуйских школьников и студентов мастер-классы, кейс-стадии, лекции. Торжественное открытие Всероссийского просветительского форума состоялось сегодня в средней школе номер 17. В современном мире очень важно выстраивать позитивную коммуникацию, умение говорить с сознанием дела, умение устанавливать связи. Я думаю, что спикеры и эксперты из разных областей экологии помогут вам и в этом, а также расскажут разные истории, связанные с экологией. Очень рассчитываю, что форум будет полезен, интересен для всех. Новый Уренгуй не просто так выбран местом для проведения Всероссийского форума про экологию. Наш город активно реализует экопроекты, направленные на сохранение окружающей среды. В прошлом году начался масштабный проект на чистый Новый Уренгуй, в котором приняли участие практически все горожане. За истекший период, это чуть меньше года, удалось ликвидировать более 170 свалок. И хочу отметить, что на это не были направлены какие-то бешеные финансовые бюджетные деньги. Откликнулись сотни предприятий города, откликнулись просто неравнодушные горожане. И результат не заставил себя ждать. На панельной дискуссии, которая состоялась сразу же после торжественного открытия, спикеры, сидя на сцене перед участниками, обсудили одну из сложнейших и острых тем неразумного потребления обществом природных ресурсов. Нельзя так сразу дать ему определение. Это вещь на стыке трех таких важных аспектов. Экология, экономика и общество. Так вот, устойчивое развитие может нам позволить и должно нам позволить развиваться сейчас в трех этих аспектах так, чтобы без ущерба для будущих поколений, то есть для вас. Почему устойчивое развитие должно вас сейчас интересовать? Потому что это касается каждого из вас, потому что это вопрос вашего будущего. Новоренгойский многопрофильный колледж стал одной из площадок форума. Там пройдет ряд лекций. Эксперты затронут темы, что такое экотуризм, можно ли пользоваться пластиком и нужно ли его производить, как открыть бизнес в сфере экологии и многое другое. Организатором форума является Российское общество знания, которое было создано еще в 1947 году. Уже тогда основной целью было просвещать население. Мы, Российское общество знания, делаем образовательные и просветительские мероприятия для молодежи по всей России. Форумы ежемесячно проходят в разных регионах. Мы проводим этот форум и показываем как раз для ребят проблем экологии с разных сторон. Со стороны ответственности бизнеса, ответственности государства, лично каждого. Ребята будут разрабатывать на одном из мероприятий, которые у нас будут в течение форума, даже решать кейсы. И получается сами принимать участие в устранении проблем, связанных с экологией. Впереди участников ждет еще один насыщенный день, в рамках которого они смогут разработать и представить свои проекты, направленные на решение экологических проблем. Марибуха, Богдан Жидеев, служба новостей «Импульс». Комфортное ожидание даже в самые суровые морозы. В Новом Уренгое установили еще пять теплых остановочных павильонов. Всего в городе их 14, включая районы Карачаева и Лимбияха. Где располагаются новые павильоны, кто их обслуживает и как будут бороться с фандалами, расскажет Алена Ядня. В этом году в Новом Уренгое установили пять новых теплых остановок. От старых они отличаются тем, что здесь можно увидеть вот такие интерактивные доски. Здесь у нас будет расписание, можно будет подзарядить телефон, а если вдруг станет плохо, вызвать едино-дежурно-диспетчерскую службу, нажав на эту кнопку. Подключат их к 5 декабря. Всего в городе у нас находятся 14 остановок, в том числе три в районе Карачаева и одна в районе Лимбияха. В старых остановках у нас использовался инфракрасный обогреватель потолочный, в новых остановках у нас используются теплые полы. Также тут имеется обогреватель. Здорово сделано. Я в прошлый раз вот поставили, по-моему, дня три назад, может, вчера, может, вчера, я до этого стоял, реально замерз и думал об этом. А тут как-то чудо какое-то произошло, и молодцы. Теплые – это хорошо очень. Потому что еще зимы-то нету, что-то. А так вот сейчас я все влали. Ну, еще можно сказать, что автобусы хорошо ходят, вот мне очень нравится. Чем холоднее, тем и не быстрее. Весь полезна, но здесь вопрос вандализма стоит, насколько это долго проживет. Я за модернизацию, но учитывая менталитет людей, иногда это является нецелесообразным. У нас как-то принято, так ни свое, ни жалко, поэтому ломают. Ну, а так контролишь, я не знаю, тут видеокамеры вроде как есть, рыбьи глаза стоят. Но только так уж контролируют. В последствии искать, наказывают. Я думаю, что люди понимают, что это для них делается. Я думаю, все это будет стоять и работать. Либо обслуживалось хорошо. В случае, если жители города становятся свидетелем совершения каких-либо противоправных действий, которые нарушают общественный порядок, в том числе в остановочных павильонах, это может выражаться в использовании их не по назначению, а именно распить это с пикными напитками, либо использование остановочных павильонов как спальное место, то они могут позвонить тут же незамедлительно на телефон ЕДИНО-диспетчерской службы 112, либо по телефону 25 00 33, 25 00 09, и оператор ЕДДС незамедлительно соединит их с ВД. Соответственно, сотрудники ВД в рамках своей компетенции будут выезжать и разбираться в каждом конкретном случае. Отмечу. Каждый теплый остановочный павильон оснащен системой видеонаблюдения. Запись ведется круглосуточно. Она хранится в архиве ЕДИНО-диспетчерской службы 30 дней. И если вдруг произойдет неприятный инцидент, найти виновных сотрудникам полиции будет проще и быстрее. Новые остановки установлены по следующей улице. Улица Миря, Сибирская, Подшипякино, Молодежная, район Карачаево. Места для установки теплых остановок выбирали горожане путем онлайн-голосования. В следующем году в газовой столице появится еще пять таких павильонов. Алена Ядня, Виктор Иотленко, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс». Ежедневно на помощь новоуренгуйцам, которые попали в сложную жизненную ситуацию, приходят добровольцы. Они доставляют продукты, лекарства и все необходимое. С начала года уже выполнено свыше 350 заявок, которые поступили от горожан. И это не предел. Добровольцы продолжают делать хорошие дела. На этот раз они передали в Центр бездомных животных под Римня жизнь несколько пачек с кормом. Ежемесячно проходит акция «Помоги бездомным животным». Вот и сегодня такая акция состоялась. Мы собрали все корма, активные волонтеры и привезли сегодня в Центр «Подари мне жизнь» нашим любимым маленьким и большим питомцам. Сухие корма, подстилки для животных, ну и различные-различные всякие лакомства. Мы размещаем везде в Инстаграме, во всех соцсетях объявления, что Добровольческий Центр проводит акцию «Подари мне жизнь» для бездомных животных. И активные добровольцы с удовольствием принимают участие, приносят нам корма в наш Добровольческий Центр. Здесь кто присутствует, у нас четыре человека. Я являюсь руководителем городского добровольческого штаба. Романов Денис, он специалист по работе с молодежью, а также активный волонтер по оказанию помощи пожилым людям в рамках пандемии. Деревянченко Яна также является активнейшим волонтером по оказанию помощи пожилым людям на пунктах вакцинации в торговом центре «Солнечный», на переписи и так далее, и так далее. Можно много-много перечислять. Юлия Сергеевна также является специалистом по работе с молодежью. Волонтерский добровольческий центр я пришла в сентябре этого года, так как вышла из декретного отпуска. И для того, чтобы, конечно же, помогать людям, и, конечно же, помогать всем нуждающимся, и в том числе и животным, потому что это сейчас очень острый вопрос, к сожалению, о том, что очень много животных страдает на улице, не имея возможности ни поесть, ни обогреться. И мы все, что можем, делаем для того, чтобы им помочь как-то пережить холодные времена. Мне очень нравится помогать другим. Все говорят спасибо, все благодарят. Это очень приятно на самом деле. Я пришла в добровольческий центр в 2020 году, вот когда пандемия, вот это вот все началось, уже обостренная ситуация была. Я являюсь руководителем волонтеров колледжа, Уральского регионального колледжа. И вот мы очень активно помогаем добровольческому центру. Добровольческий центр в течение всего года проводит много, ряд мероприятий, ряд акций различных направлений. Экологические акции, социальные акции, акция «Собери ребенка в школу», «Подари цветок для ветерана», акция «Подари цветы к 8 марту, 23 февраля», «День Победы», «Чистый город», «Чистый берег». Их множество. Несколько садоводческих товариществ, которые зимой случались перебои с электричеством, под свою опеку взяла компания «Урингой Горэлектросети». Дачникам установили дополнительные подстанции, а также провели ревизию оборудования на уже действующих. Проблемы со светом и отоплением остались в прошлом. Теперь сотни семей могут спокойно зимовать в своих домах. Подробности далее. То загорится, то погаснет. С перебоями в подачу электричества жильцы садоводческого товарищества «Озерное» сталкивались неоднократно. Ситуация обострялась зимой во время морозов, когда электроэнергии требовалось в разы больше. У нас был один трансформатор. И так как, когда построилась СНТ, тут проживало, ну, скажем, в основном это были дачи. И люди, ну, две-три семьи проживали на постоянной основе. Сейчас у нас проживают практически из 54 участков практически все. То есть дачи здесь у нас, ну, может быть, десяток, кто использует дома под дачи. В основном здесь люди проживают с семьями, с детьми, многодетные семьи на постоянной основе. И нам одного трансформатора стало, ну, не хватать. Общества, когда организовывались, они сами себе должны обеспечить электроснабжение. Но возникла проблема, что они стали разрастаться, дачные товарищества. И, естественно, конечно, этот вопрос был не наш. Чтобы в домах жителей Озерного всегда был свет и тепло, у Ренгой горэлектросети установили вторую станцию и протянули новую линию электропередач. Впереди еще реконструкция и модернизация электрооборудования. В будущем это поможет избежать внештатных ситуаций. Здесь сложилась очень сложная проблема. И по поручению администрации здесь было принято решение провести вот эти работы по реконструкции сетей. На самом деле это не входит в наши обязанности. Нам пришлось эти сети взять на баланс и сделать здесь так, чтобы было хорошее электроснабжение. Сейчас в этом районе в каждый дом подается стабильное напряжение. Его хватает на обслуживание и содержание жилья. Горэлектросети, ОГС, непосредственно господин Кудряевенко согласились выкупить, скажем, у нас наши внутренние сети. Они их ремонтируют. В этом году делали, на следующий год у нас продолжаются работы. Нам поставили второй трансформатор, распределили равномерную подачу электроэнергии. Сейчас у нас все стабилизировалось. 220 у нас у каждого в доме есть. Организация вызвалась помочь в решении проблемы с электричеством не только Озерному, но еще ряду садоводческих товариществ. За минувшее лето и осень были установлены дополнительные электростанции. В СНТ «Северянин» дружба простоквашена. Дежурные бригады у Ренгой горэлектросети работают круглосуточно и в случае неполадок готовы сразу выехать на объект. Поэтому мы экстренно быстро принимаем решение. Четко выезжают бригады, устраняют. Диспетчера дают команды оперативно-воззрительным бригадам для перевода питания, резервного питания, ликвидации, локализации аварий. В планах организации строительства в городе еще 30 новых станций и подстанций. Так что конца света можно не бояться. Елена Бойцова, Богдан Жиделев, служба новостей «Импульс». Рассуждая, аргументируя, порядка 3000 ямальских выпускников написали итоговое сочинение. В Новом Уренгое это 635 старшеклассников. Данное испытание – важное событие для всех 11-ти классников не только нашего региона, но и всей страны. По их итогам до 15 декабря будет известно, кого из ребят допустят к сдаче ЕГЭ. На сочинение отводилось 3 часа 55 минут, но важнее содержание. Школьники должны были продемонстрировать умение связанно выражать свои мысли, логически рассуждать и способность донести свою позицию до читателя. В новшество этого года, когда ребята напишут сочинение, здесь же в этих аудиториях будут сканированы все работы и затем будут направлены на работу эксперта. Значит, у нас создана муниципальная комиссия. В муниципальную комиссию вошли высококатегорийные педагоги и вот в течение определенного времени каждая работа будет проверена. Я думаю, что и родители знакомы с этим, и ребята знакомы, что если вдруг у кого-то что-то не получится, то предусмотрены еще две даты, когда сочинение можно переписать. Новогодняя елка как повод для творчества. Бусы, краски, мишура, немного фантазии, и получаются замечательные игрушки. Волонтеры клуба «Надежда», созданного на базе комбината «Эврика», провели мастер-класс для учеников коррекционной школы. Вместе они создавали яркие украшения. Таким занятие увидела наша камера. Мастер-класс «Эврика» Мастер-класс «Эврика» Ямальцы вернулись из Арабских Эмиратов с бизнес-стажировки. Среди них был и новоуренгуец Максим Осабин. В прошлом году он выиграл в региональном этапе премии «Бизнес-успех». На форуме он презентовал «Фоторум» – творческую мастерскую, которая работает уже больше семи лет. Вместе с ямальской делегацией на протяжении пяти дней он изучал опыт всемирно известных компаний. «Были мы в Дубае, в Арабских Эмиратах. Это была бизнес-стажировка, выигранная в национальной премии «Бизнес-успех». И длилась она пять дней. Премия «Бизнес-успех» – это федеральный проект, который реализуется при поддержке агентства стратегических инициатив, корпораций МСП «Опоры России» и Общественной палаты Российской Федерации. Премия уже порядка десяти лет. Было подано за все время более 35 тысяч заявок. За прошлом этапе от Ямала-Ненецкого автономного округа было подано 187 заявок, а с Нового Рингоя их было 34. Пришли еще, ну, смотрите, как красиво оформлено все. Группа у нас была с нашего региона, то есть все мы друг друга знаем. Мы, правда, встречаемся всегда вне региона. То есть мы, соответственно, в регионе у нас не получается, у нас какое-то проходит какие-то там обучения или что-то, и мы встречаемся где-то всегда. Но все мы друг друга знаем, а кого не знаем, там, ближе познакомились, пообщались. Вот. Ребята были, вот с Нового Рингоя я один был. Были ребята с Алихарда, с Губкинского, с Ноябрьска, с Муравленка. Ну, то есть вот собрали весь регион. Был у нас 11 или 12 человек. Ну, плюс там переводчики, организаторы и так далее. Программа была очень-очень плотная. Мы буквально вставали рано утром, ехали в одну организацию, потом в другую. Мы побывали и в строительных компаниях, и в компаниях, которые занимаются разработкой технологии, программированием. В данном случае я именно побывал в типографии, в фототипографии, ну, смежно со своей отраслью. И, ну, на самом деле, много очень мест, куда мы посетили, с кем поговорили. Много было всяких лекций. Который является, по сути дела, двигателем логистики, двигателем бизнеса в более чем 64 странах, включая Россию в том числе. И компания занимается также операционной работой на территории форта. В 2020 году я вот подаю заявку и участвую в ней. И проходим мы несколько этапов. Было очень интересно на самом деле, потому что были такие этапы, как симуляции, введение бизнеса, всякие тренинги со спикерами и так далее. Именно в бизнес-успехе участвовали именно с компанией Фоторум, которая занимается изготовлением фотокниг. У нас фотостудия, фототипография, именно единственная в регионе, которая собирает именно фотокниги. И что дала поездка как раз в Дубай, мы убедились, что наш уровень не ниже, чем производят там на данный момент. Действия еще. Еще так же. И вот волосы поправь дальше. Фоторум занимается всем, что связано с фото. У нас штат дизайнеров, фотографы, своя типография. То есть с любым вопросом, связанным с фото, мы его можем решить. Каждый день жизнь дает нам тысячи возможностей. Возможность измениться, возможность начать все сначала и возможность показать себя с другой стороны. Это альбом с применением технологии дополнения реальности. То есть фотографии буквально могут ожить. Когда мы в Дубае это показали, я не знаю, на самом деле мы-то были, компании-то много, но вот именно в компанию, к которой мы пришли, у меня руководитель такой спрашивает, и я ей показываю, как это все выглядит. Она смотрит на меня и не совсем понимает, про что идет речь. Так что в некоторых моментах мы их тоже удивили. Сам путь и мышление поменялось очень сильно. То есть то, что происходит там, но как там ведут бизнес, это немножко все равно все по-другому. И некоторые вещи, я думаю, что удастся внедрить и здесь, в бизнесе. Нет предела совершенства. Вот я к чему. Очередная партия вакцины от ковида поступила в наш город. На прививочных пунктах в наличии все четыре препарата, зарегистрированные в Российской Федерации. Поэтому у новоуренгойцев есть выбор, чем привиться. По словам медикам, сейчас основной поток составляют ревакцинируемые, те, кто пришел на прививку повторно. При этом отмечают, что первичная вакцинация населения еще не закончена. Поэтому горожан ждут на прививочных пунктах. В солнечном октябре, Звездном и Второй поликлинике. Какие хронические заболевания у вас есть? Вы что тебе это состоите? Давайте ваш мизинец. Сергей Медведев на прививочный пункт приходит в третий раз. После первой вакцинации коронавирусом не болел. Помогла прививка, считает мужчина. Для ревакцинации выбрал спутник Лайт. Прививаемся, чтобы быть здоровыми. Последствия после этой болезни всякие уже бывают. Из-за этого и поставили. После второго компонента чуть-чуть так поштормило и все. А ковидом не заразились? Да пока не болел еще. Ну то есть считаете, что помогло вам, да? В больницу не обращался. В течение года. Поток пациентов, пришедших на вакцинацию, за последнее время слегка поубавился. Всего пару недель назад во второй поликлинике в день прививали до 300 человек. Временное затишье медики связывают с тем, что закончилась вакцина спутник Лайт. Именно ей отдает предпочтение большинство новоуренгойцев. Сейчас препарат поступил в достаточном количестве. Поэтому врачи ожидают нового наплыва. Пациенты все равно идут. Но сейчас большая часть населения все равно привита. Те, которые повторно приходят, уже и на ревакцинацию идут. А сейчас, может быть, не все еще знают, что спутника Лайта не было какое-то время. Сейчас уже в наличии появился. Сейчас в прививочных пунктах есть виды вакцин, зарегистрированных в России. В наличии гамка ВИДВАК, она же спутник ВИ, спутник Лайт, КОВИВАК и ЭПИВАК Корона. В зависимости от предпочтений и показаний к применению, горожане могут выбрать любую из этого списка. Самой популярной спутником ВИ привились более 60 тысяч человек. Но для достижения коллективного иммунитета этого недостаточно. Последнее сообщение главного санитарного врача России, который говорит, что для достижения коллективного иммунитета нам надо добиться вакцинации 80% населения. Мы еще, к сожалению, этих цифр не добились. У нас есть порядка 2200 человек, которые уже пошли на ревакцинацию. Но чистая вакцинация еще 80% населения нашего города не закончена. Вакцинация от COVID-19 продолжается. Для удобства горожан прививочные пункты работают в северной и южной частях города. Медики рекомендуют сделать прививку заблаговременно, чтобы во всеоружии встретить новогодние праздники. Галина Гладких, Богдан Жиделев, Служба новостей «Импульс». Ежедневного отделения психоневрологического диспансера на «Оптимистов-4.3» на медицинские осмотры приходят более сотни пациентов. Заключение психиатра-нарколога необходимо при приеме на работу, получении водительского удостоверения или справки на овладение оружием. Специально для удобства посетителей все услуги оказываются в одном месте, поэтому пройти обследование можно в течение дня. Как проходит прием, расскажет Галина Гладких. Берем колончик в 103-й кабинет. Медосмотр начинается с регистратуры. Заполнив необходимые данные, пациент направляется к нужному специалисту. Как правило, первым на очереди – кабинет электроэнцефалографии. Здесь проводится важное исследование головного мозга. Профессиональная активность может характеризовать такое заболевание, грозное, как эпилепсия, которое при многих-многих профессиональных вредностях учитывается и не дает допуска к работе. Если этого профсиональной активности нет, то выдается нормальная электроэнцефалография, и уже наши доктора на основании ее делают заключение, что человек в этом отношении здоров. Но это только половина обследования. После него пациент направляется к психиатру-наркологу в кабинет медосмотров, где с ним проведут беседу. На основании двух этих этапов выдается заключение о профессиональной пригодности. Если мы видим, что где-то идет западение какой-либо из сфер психической деятельности, мы данного освидетельства отправляем на экспериментально-психологическое обследование к психологу. Психолог тоже находится в этом отделении. Среди востребованных медицинских услуг в учреждении получение справки для водительского удостоверения, психиатрическое освидетельствование и различные медосмотры. Для того, чтобы получить документ, разрешающий владеть оружием, необходимо провериться на употребление наркотических веществ. Для этих целей доступно предварительное химико-токсикологическое исследование. Иммуно-хроматографический метод, получается, он быстрый. В течение 10 минут он исследуется. И уже ясно, да? Ну да, но это как бы предварительный только результат дается. Если, допустим, что-то обнаруживается, мы дальше отправляем его на глубокое исследование. Там газовый хроматограф исследует, и он точно, досконально. Записаться на прием к специалистам диспансера можно через портал госуслуг по телефону или электронную регистратуру. В фойе для удобства посетителей установлен информат, при помощи которого можно получить интересующую информацию. Если вы хотите получить информацию, или вы не знаете, как записаться на медицинский осмотр, также можно воспользоваться пошаговым рекомендацией. То есть можно зайти на сайт, выбрать медицинскую организацию, выбрать доктора и выбрать уже удобную для вас дату и время, когда можно будет подойти на медицинский осмотр. Помимо платных медуслуг, которые можно получить в отделении в течение одного дня, здесь оказывается и бесплатная медицинская помощь несовершеннолетним. В их числе психиатрическое свидетельствование на летнее трудоустройство, справки для обучения, а также для получения водительского удостоверения. Галина Гладких, Виктор Етленко, Служба новостей «Импульс». В День матери многодетные северянки получили медаль «Материнская слава Ямала». В этом году ее вручили 14 женщинам из 9 муниципалитетов округа. Почетный знак вручают только тем мамам, которые воспитывают четверых и более детей. Также они должны прожить на Ямале свыше 15 лет. В Новом Уренгое такую награду получила Наталья Сорокина. Вместе с супругом они воспитывают троих сыновей и дочку. Как живет Чита Сорокинах и какие ценности прививают детям, расскажем прямо сейчас. За достойное выполнение материнского долга, укрепление семейных традиций и в связи с празднованием Дня матери медалью «Материнская слава Ямала» награждается. Сорокина Наталья Борисовна. Я не представляла себя никогда ни многодетной мамой, ни какой-то там хлопотливой хозяйкой, ни женой, которая всегда будет за мужем, а впереди всегда будет видеть его широкую надежную спину. Вот он все это мне каким-то образом раскрыл, показал, что в этом и есть настоящее счастье. Давай, Тима начнет, а ты пока посмотришь, поучишься. Сильно не нажимай. Начали встречаться мы уже в 11 классе, это уже 13 школа, и потихоньку завязались отношения. Потом мы разошлись, я ушел в армию, супруга уехала еще работать, и встретились мы потом через 10 лет. Добрая, хорошая, прекрасная супруга, подарила которая, работящая, которая подарила мне, да, столько замечательных детей, четверок. Поэтому мы очень любим свою маму, нашу, да? Любим маму. Привет, привет, моя солнышко! Привет, зайка! Как дела? Жорщик, выжимный, как? Да, да, давай вот так перевернем, чтобы нас было видно. Старшая сестра Аня сейчас, она в Питере, учится на втором курсе в университете. Если все хорошо закончит, и если найдет себя в этой профессии, то будет режиссером мультимедийных проектов. Я тебя люблю. Здравствуйте! Я вас тоже. Тимоша учится в четвертом классе. Он спортсмен, занимается новым для нашего города видом спорта флорбол, это разновидность хоккея. Пиши, Тимофей Сорокин. Зачем? Чтобы учитель знал, кто ты. Пиши, пиши. Миша заканчивает у нас 11 класс, будем вот летом пробовать поступать. Ну или в армию пойдем, если не получится. Мужчина должен отслужить, тем более ребята все... Папа наш отслужил, папа служил на Байконуре, чем мы очень гордимся. У нас два семейных праздника есть. День военно-космических сил и День космонавтики, мы обязательно их отмечаем. Сейчас мне тут все сгорит. Мы много лет подряд изготавливали чучело на масленицу. Да, и обязательно его сжигали с детьми. А расскажи, как сильно любишь маму? На миллион. Я разрешаю им делать ошибки. И всегда говорю, что если вы сделали ошибку, самое главное, осознайте это. И мы вместе решим, как пойти дальше. Реализовалась? Да, реализовалась. Как журналист? Да. И долго думала, что, в общем, это и есть моя стезя, профессиональный рост. Первое время я работала именно на радио, потом попробовалась на телевидении. И, в общем, как-то там так и зацепилась на всю жизнь, на последние 27, по-моему, лет. Конечно, профессия и реализация себя в каком-то другом, ну, в труде, вот в деле, там, да, пускай даже кто-то в хобби себя реализует. Это очень важно, но это только сопутствующее в нашей жизни. Когда есть, когда есть человек, которого ты любишь, и ты знаешь, что это взаимно. Когда есть дети, в которых вы вдвоем вкладываете всю свою жизнь, все свои силы. Когда есть родители, которые дали тебе такой маячок в жизни, что вот так правильно. Когда есть семья на первом месте, ну, тогда ты понимаешь, что ты действительно счастливый человек. А в городском дворце культуры «Октябрь» состоялся большой праздничный концерт, посвященный Дню Матери. Артисты и творческие коллективы подготовили для жительниц Нового Уренгоя яркие и трогательные номера. В этот день со сцены звучали не только добрые песни, но и теплые слова. Глава города Андрей Воронов также поздравил всех присутствующих в зале и вручил нескольким мамам благодарственные письма администрации города за достойное выполнение материнского долга и укрепление семейных традиций. Всех сегодня призываю. Позвоним маме, пообщаемся, просто придем в гости, если есть такая возможность. Всем сидящим мамам в зале желаю здоровья, любящих, талантливых детей, всего самого-самого хорошего. Городской дворец культуры вместе с артистами и коллективами подготовили большой праздничный концерт, в котором принимали участие и взрослые, и дети, которые хотели поздравить наших прекрасных мамочек с этим замечательным праздником. Внеплановая проверка. Специалисты Роспотребнадзора продолжают внимательно следить за питанием детей в школе. В первую очередь инспектируют организаторов питания и поставщиков, а еще каким оборудованием оснащены кухни. Проверке подвергаются холодильники и морозильные камеры, плиты и печи. Но главное – горячие обеды. Их они проверяют в лаборатории. Пробы берут, чтобы изучить бактериологические показатели и калорийность блюд. Такие проверки будут проводиться до конца учебного года. В 2020-м в некоторых школьных столовых города были выявлены замечания. Были выявлены нарушения, касаемые соблюдению температурного режима хранения продукта. Вот такие были нарушения. По микробиологическим показателям также все блюда соответствовали требованиям санитарно-гигиенических норм и правил и требованиям технических регламентов. Но были нюансы, которые касаются именно оборудования, работы оборудования, работы вентиляционных систем. Но часть нарушения была уже устранена. Сейчас мы уже повторно смотрим, опять внеплановые проверки, и уже будем смотреть, как на самом деле на сегодняшний день уже организовано питание. И можно сказать, что мы уже смотрим динамику. Дом детского творчества принимал поздравления. 30 ноября ему исполнилось 40 лет. В подарок юбилярам представитель губернатора Наталья Рябченко передала электронные книги об Арктике. В учреждении открыто 6 детских объединений, которые занимаются краеведением. В новое здание недавно переехал Аркториум. Всего же создано множество объединений разной направленности. Дети занимаются хореографией, вокалом, декоративно-прикладным искусством, робототехникой. Активно развивается волонтерская работа. С 1 января учреждение получит название «Дворец детского творчества Академия талантов». Мы гордимся Домом детского творчества, коллективом и руководителем. Поэтому вот сегодня от команды губернаторской, от всех нас, мы вам передаем. Мы поняли, это долго хранилось. Это хранилось много лет. Это электронная библиотека об Арктике. И мы понимаем, это губернаторская библиотека, которую делал еще Дмитрий Николаевич. И оно в ведущих вузах страны находится, в ведущих музеях. Я думаю, такого экземпляра больше не осталось. Подарок бесценный. Не только Дом Бридцовского творчества, но и всем детям, которые у нас занимаются. И всем, кто будет изучать историю родного края. Строка за строкой, страница за страницей – так мы черпаем знания из книг. В Новорингойской библиотеке «Новая смена» читатели познакомились с удивительным произведением. Живой книгой стала представитель губернатора Ямала в Новом Уренгое Наталья Рябченко. В рамках одноименного проекта она поделилась с гостями своей историей. Охотно прокомментировала видеоролики и фотографии, на которых запечатлены яркие моменты из жизни. Открыто отвечала на вопросы участников встречи. Наталья Александровна – ветеран партии «Единая Россия», которая 1 декабря исполнилась 20 лет. По такому поводу представитель губернатора не только поделилась с гостями воспоминаниями, но и преподнесла каждому небольшой приятный сюрприз. Я с удовольствием расскажу обо всех своих друзьях, обо всех соратниках, о моих учителях, которые сегодня, может быть, где-то во главе страны практически. Или, может быть, кого-то с нами нет, но эти люди должны быть с нами всегда. И поэтому я сегодняшний вечер приготовила вам сюрприз. Я хотела вам подарить этот календарь. Здесь календарь начинается с 1 декабря 2021 года. Продолжение будет 22-й. Вот это будет первый календарь в 2022 году. Здесь мой девиз по жизни. Счастье – это не путь, это не цель, это путь. Вот этот путь мы идем. Идем вместе с моими друзьями. Кто-то продолжает со мной эти жизни. Это всегда путь. Кто-то выходит и идет с тобой по дороге. Кто-то потом уходит на другие тропинки. И это тоже нормально. Подвигу пожарных, погибших при исполнении служебного долга, посвящается. На Аллее Мужества в микрорайоне «Оптимистов» открыли памятник с фигурами двух огнеборцев. Один держит в руках ребенка, второй – пожарный ствол. Автор этой скульптуры – столичный художник Сергей Полегаев. Создать монумент, посвященный огнеборцам, идее Совета ветеранов пожарных и спасателей города. Напомню, Новоуренгольский гарнизон в борьбе с опасной стихией неоднократно терял своих бойцов. Это Сергей Герасимов, Виктор Кравцов, Вячеслав Максимов и Михаил Язовских. Как помните, в 2018 году здесь еще был пустырь. И вот за эти годы реализована была идея именно Аллеи Мужества. Воплощена эта вся задумка. К сожалению, 2020 год внес определенные коррективы. Но в этом году, в год юбилея Новоуренгольской пожарной охраны 50-летней, удалось воплотить это все в полный срок и в общем-то в юбилейный год установить. Поэтому идея хорошая. Еще раз говорю, что если после этого хоть кто-то придет в профессию, это для нас будет достижение. Пока мы с вами помним наших героев, пока мы стараемся подражать им, я уверен, будущее наше будет становиться только лучше и лучше. Всего вам хорошего. Давайте не забывать об этом месте. Будем вместе смотреть за его состоянием и передавать все то хорошее, которое вы своим ежедневным трудом показываете подрастающему поколению. Благотворительный марафон «Твори добро» запустил в Новом Урингое акцию «Добрый декабрь». Ее цель – собрать 6 миллионов 736 тысяч рублей на лечение тяжелобольных детей. В рамках проекта планируется осуществить несколько мероприятий. Одно из них уже стартовало – это благотворительная акция «Любая помощь не мелочь». Также впереди открытый урок по йоге, интернет-аукцион, мастер-классы в музее и благотворительная ярмарка. Принять участие в «Добром деле» может каждый, внеся посильную помощь любым из доступных способов. Дополнительная информация доступна в социальных сетях. На данный момент установлено 15 пунктов сбора. Еще у нас ведется работа с другими организациями. Я думаю, в районе 25-30 пунктов сбора у нас будут. Как правило, это офисные здания крупных компаний или торговые центры, общественные места. Стартует акция в этом зале. То есть 5 декабря пройдет открытый урок по йоге в 11.00. Мы приглашаем всех желающих увидеть контакты, номера телефонов. Можно в наших аккаунтах, по которым необходимо зарегистрироваться, для того, чтобы мы соблели все требования соответствующей ситуации и постановления губернатора. 3 декабря – Международный день инвалидов. В преддверии этой даты в Новорингойском музее изобразительных искусств открылась выставка «Мир, в котором я живу». Все работы выполнены в разных техниках, особенными детьми и их родителями. Идея принадлежит региональной общественной организации «Милосердие». Выставка позволяет получить не только эстетическое удовольствие, но и заставляет задуматься и увидеть реальность по-новому. В своих работах родители и дети делятся своим ощущением мира и своим представлением о нем. Мир действительно неоднозначен. И сквозь призму восприятия ребенком он отражается вот таких художественных шедевров, представленных здесь на вернисаже, и дает свои совершенно мироощущения и миропонимания того, что вокруг каждого из маленьких детей. Очень рад, что такая выставка у нас открывается. И желаю каждому из вас, воспринимая работы, еще и внутри понять, каков мир ребенка и каков мир взрослых в его восприятии. Этой выставкой мы хотели показать, какой огромный творческий потенциал у родителей, которые воспитывают особенных детей, у самих детей, а также у всей семьи в целом. Потому что это не только родители и особенный ребенок, это и другие дети, которые также находятся в этой семье. Новоуренгойские каратисты успешно выступили на татаме Московского центра боевых искусств. Бойцы клуба «Самурай» завоевали награды в трех возрастных категориях. Таким образом, бойцы подвели итоги уходящего года. О своих успехах на самом важном кумите в году бойцы рассказали нашей съемочной группе. Более 400 спортсменов, только лучшие в своих возрастных и весовых категориях. Московский центр боевых искусств вновь собрал сильнейших каратистов страны. Среди них 9 наиболее опытных бойцов клуба «Самурай». Мы туда ездим только сильным составом и только опытные бойцы. То есть таких новичков нет смысла вывозить, потому что очень сильная конкуренция. Радель Шайбаков пополнил копилку клуба золотой медалью среди юношей в весе до 55 килограммов. Это лучший результат среди воспитанников «Самурая» на главном первенстве страны. Все соперники были сложные, даже выделять не хочу. Все были, как минимум, моего уровня, это точно. Может быть, даже кто-то и сильнее меня был. Но, как сказать, видимо, я больше усердия предложил время тренеру. Александр Венеров на этом первенстве завоевал серебро. На татаме Московского центра боевых искусств состоялась встреча давних соперников. Со своим оппонентом Александр уже встречался на турнире «Московский Кайман». Тогда новоуренгоец одержал победу. Но в этот раз «Северянин» уступил спортсмену из Самарской области. С соперником мы же неоднократно встречались. Но так бывает, что какими бы ни были сильными область соперника, один из них всегда проигрывает. К счастью, к сожалению, еще не придумали ничьи или два первых места. Но в этот раз я уступил. Еще одну награду клубу «Самурай» принесла Екатерина Жерновенко. Она завоевала бронзу в весовой категории до 45 килограммов. Результат хороший, но есть к чему стремиться. А в целом этот соревновательный год новоуренгойские самураи завершили весьма достойно. Павел Прожогин, Павел Михайловский, Служба новостей, «Импульс». Это была программа «Подводя итоги». Смотрите «Импульс» и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова